Война в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией утихла почти 4 месяца назад. Но последствия боев в непризнанной республике, которую поддерживает Ереван, теперь сотрясают армянскую столицу. В городе митинги в поддержку и против действующего премьера Никола Пашиняна. Военные призвали его уйти в отставку. В ответ он заявил о попытке военного переворота. Пусть люди выразят свои требования, пусть они судят, пусть пристрелят меня прямо здесь, на этой площади. Неспокойно в Армении стало после того, как премьер заявил, что во время войны в Карабахе российские Искандеры это оперативно-тактический ракетный комплекс. Или не взорвались, или взорвались на 10%. Правда, позже, поговорив по телефону с российским президентом Путиным, мнение изменил. Мол, неправильно проинформировали. Просто потому, что сейчас мы в сильной зависимости от России еще больше, потому что российские миротворцы стоят в Карабахе, и от них все зависит. Понятно, что мы сейчас в зависимости. И так Россия все шаги делает в пользу Турции и Азербайджана. По многим другим причинам. Интересы там большие, геополитические и так далее. И еще бы не опроверг Никол Пашинян. То есть Россия имеет рычаги, таких шагов сделать, что мало не покажется армянскому руководству. Поэтому наши перепугались. Но все понимают, что это вынужденная мера. В РФ вообще говорят, что Искандеры в Карабахе не задействовали. А в подтверждение точности оружия российские военные показали боевые пуски в Сирии. В том числе по больнице в городе Азаз. Пять лет назад этот удар отрицали. По имеющимся у нас объективным и достоверным сведением, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армении. Россия представляет себя как одного из лучших производителей оружия. Россия является одним из лидеров на оружие рынке. Она предлагает ракеты в разных вариантах за кордоном. Ракеты, которые являются единственным инструментом, который Россия сейчас может представить как «мейджор пауэр». В Армении ранее заявляли, что «Искандеры» в Карабахе в боях участвовали. Да и видеозалпов в горах, сопровождающиеся армянской речью, можно найти в сети. Комплексы «Искандер-Э» поставляли на экспорт только в Армению. Вот они во время парада в 2016-м. Армения вообще закупает только российское вооружение. После войны в Карабахе появилось требование публичного расследования военных действий. Это в ужас приводит пророссийские настроения. Потому что если объективное будет расследование, там будут видны и ошибки нашего руководства, тоже скажу, и ошибки нашего военного руководства. И одновременно роль России во всем этом процессе. В том числе, насколько российское оружие хорошо работало. Я должен сказать, что в этом смысле, конечно, власти Армении тоже не идеально действуют. Потому что новый министр обороны опять сказал, что мы будем делать реформу с Россией нашей армии. Как ты можешь делать реформу с Россией, когда ты именно потому, что ориентировался только на российские вооружения, проиграл войну? Ориентировался только на модель российской военной системы? В любом случае, российские ракеты на исход войны повлиять не могли. Ведь в Армении комплексов немного. От четырех до восьми. Для реального эффекта, звичайно, тут все зависит от цели, но если цель довольно масштабна, то даже скупчение техники. Если это в звичайном оснащении, то мова должна идти не про одну, а про двое ракеты. Мова должна идти про десятки. Ну, вот есть хороший пример, который я люблю наводить. Американцы и их союзники в 2017-2018 годах, когда крилатыми ракетами, не балістичными, но крилатыми, они работали по Сирии для снищения четырех объектов. АТРК «Искандер» несет на пусковой установке две ракеты, как балістические, так и крилатые, с различной боевой частью, в том числе ядерной. Формально, дальность пуска ракет комплекса – 500 км. Эксперты считают, что Россия могла разрабатывать более дальнобойные средства поражения, хотя до недавнего времени это было запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности. Он не действует с августа 2019-го. США вышли из договора, заподозрив РФ в его нарушении. Вблизи украинских границ Россия сосредоточила сразу несколько армій на разных направлениях. АТРК, по крайней мере в трех из них, могут нацелиться на критическую инфраструктуру, пункты управления, склады с боеприпасами. Одна бригада, якщо вона повністю стріляє, то в залпі одна бригада – це 24 ракети. Чи крилаті, чи балістичні, це залежить від того, яку ракету вибирають. Звичайно, вони можуть через певний час перезарядитися, скажемо так. Умовно кажучи, якщо ми моделюємо повномасштабні бойові дії з залученням цих комплексів, і так вони гратимуть свою роль, але той страх, який є в нас в Україні, тобто що лише за рахунок застосування цих комплексів Росія може виконати всі завдання – це теж нонсенс. Український аналог Іскандера – комплекс «Сапсан» – разработки КБ «Южное». В цьому році на нього вирішили выделити гроші і планирують почати роботу над першою батареєю для ВСУ. Миноборони України утверджають – проєкт готов на 80%. Комплекс показували і на параді, і на виставці, але внешні він буде інший – шассі поміняють. Ізначально дальності політа ракет – 300 км, хоча разработчики кажуть, що можуть зробити і на 500. Мова повинна йти про сотні ракет, чого ми зараз собі не можемо дозволити. Подивіться, яка в нас ситуація. Ми на сьогоднішній момент, навіть маючи розробку «Вільха», яка більше відповідає критеріям щодо ціни і ТТХ, тобто, щоб можливості, наприклад, масово розгорнути, ми не накопичили достатньої кількості ракет до цього, скажімо так, системи. І ми кидаємося в набагато серйознішу систему, яка набагато коштовніша. І плюс знову стоїть питання ціловказань. Ми знову опинемося перед цією проблемою. Як, наприклад, забезпечити роботу на максимальну дальності, особливо, коли мова йде про не стаціонарні ціли, а про мобільні ціли. Українській армії действительно необхідно дальнобойне і точне оружіе, як фактор сдерживання. На цей статус в той чи іній мере претендує АТРК «Сапсан», крылатая ракета «Нептун», да і комплекс «Альха» в будущем должен стрілять на 200 км. Всього цього в армії пока нет, а единичні екземпляры, як показав опыту Армії, повлиять на боєві дійсві не можуть. Дякую за перегляд!